Комбинат зелёного хозяйства приступил к озеленению территории строящегося бассейна на улице Октябрьской. 1300 квадратных метров газона планируют обустроить специалисты в течение двух недель. После того, как будет произведена замена грунта и засыпана полудородная земля, там будут высажены 11 берёз, привезённых саженцами села Клёпка. Несмотря на дождливую погоду, сложившуюся в Магадане за последние два дня, приостанавливать работы по благоустройству специалисты не намерены. Работа тяжелее, земля становится мокрой, тяжёлой, она липкая, ко всему прилипает, но никто не отменял сроки, поэтому работаем. Сезон подходит к концу, так сказать, это, в принципе, один из последних больших объектов. Дальше остались по городу мелочи. Как обычно, мы работаем до снега, до мороза. Продолжаются работы в допустимых климатических условиях в Магадане и по комплексному благоустройству участков, уличнодорожной сети и дворовых территорий. Более 70 тысяч квадратных метров асфальта уложили этим летом на улицах города. Из них 40 тысяч в рамках благоустройства дворовых территорий. Кроме того, специалисты занимались устройством пандусов, проводили ямочный ремонт дорог. На некоторых участках работы ещё продолжаются. Мы довольны тем, что получилось. Надо сказать, что пандемия, она, конечно, отразилась и на нашей работе, потому что вовремя они могли привести рабочую силу, наши подрядные организации, которые по результатам торгов у нас стали победителями. Но, в общем и целом, лето способствовало тому, чтобы мы успели. Погода нас не подвела в этом году. Между тем, в регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году были заключены контракты на обновление четырёх дорожных участков. Работы по двум из них на улицах Якутской и Наровчатова носят долгосрочный характер и будут продолжены в следующем году. На улице Парковой и Колымском шоссе выполнено комплексное обновление проезжей части и пешеходных тротуаров. Сейчас в районе этих участков завершается устройство газонов. Кроме того, на Колымском шоссе ведутся работы по наружному освещению. Окончательные итоги городского благоустройства 2020 года специалисты департамента САТЭК подведут в конце ноября после приёмки всех выполненных работ.